Шестилетнюю девочку загрызла свора бродящих собак в Сатпаеве. Как произошла трагедия, кто виноват и кого нужно наказывать, собак или людей, выясняла Людмила Батюшкина. ЧП произошло вчера около пяти часов вечера. Девочка гуляла в дачном массиве в черте города и оказалась окружена сворой собак. Обнаружили ее собачьими укусами, скорая помощь констатировала смерть. По словам сотрудников местного Акимата, 27-летняя мать девочки вместе с сожителем и тремя дочерями, 4-6-7 лет, давно жили в этом дачном массиве. Вчера средняя девочка была под присмотром неродной бабушки. Состоит на учете в отделе полиции как неблагополучная семья. Находится на контроле в отделе опеки отдела образования. В данный момент двое детей помещены временно в Центр по социальной реабилитации «Конкор». Зам Акима Сатпаева посетил семью, выразил соболезнования, помогает с организацией похорон. Полиция решает вопрос о привлечении к ответственности родителей девочки. По факту трагической смерти зарегистрировано уголовное дело, назначенное соответствующей экспертизой. Обстоятельства выясняются. Полицейскими направлены предписания соответствующей ветеринарной службы по отлову собак. Трагедия всколыхнула не только Сатпаев, но и всю страну. Сейчас люди делятся на два лагеря. Одни требуют убить всех бродячих собак, вторые принять закон об ответственности владельцев. Этот вопрос уже много лет поднимают зоозащитники. Зачистки не решают проблему в корне, считают они. Пока это все только обсуждается, пока это все только на бумаге и на каких-то совещаниях, ежедневно зоозащита сталкивается вот с этими проблемами. На день мы получаем огромное количество звонков от людей, что на дачах собаки. Откуда они там взялись? Весной эту собаку привезли, она все лето поохраняла вам огород. Осенью вы собрались, уехали, собака осталась. Но собака это хочет кушать. И собаки эти, естественно, сбиваются в стаи, потому что так теплее, потому что так можно проще добыть еду. Сегодня в любой зооклинике можно установить чипы кошкам и собакам, но в стране нет ни одного устройства для считывания этих чипов. Поэтому в Казахстане невозможно установить владельца бродячего животного. Инна Раченко призывает мажоресменов обратить внимание на проблему и принять закон о регистрации кошек и собак, а также решить вопрос со стерилизацией и социализацией животных на улицах. Иначе трагедия Садпаева повторится еще не раз.